Прирост бизнеса за счет основных двух городов, Москвы и Питера или региона? Если говорить о динамике роста, о том, как это растет, то регионы и Москва с Питером примерно в паритетах. С точки зрения присутствия в местах, опять же, у нас есть хороший плюс, что мы изначально опирались на синергию нашу с группой «Связной», которая уже кругом присутствует, в том числе и в очень хороших местах, и в очень труднодоступных местах практически повсюду. Это дало нам возможность сэкономить на очень многих расходах, фактически по построению своей сети, потому что мы развернулись за считанные месяцы в 2600 точках. Тем не менее, я знаю, что в планах есть наличие своих отделений к 2014 году. Зачем вам это? В торговых точках «Связной» очень активно продается наша карточка, потому что этот продукт ложится прямо в философию. А, например, если говорить о кредите наличном, который мы собираемся сейчас запускать, то нам кажется, что, например, банковское отделение, которое, скажем так, банковское отделение, можно сказать, более банковское, более традиционное, оно, например, более пригодно для выдачи, например, кредитов наличных. Ну да, а то пойти за мобильным телефоном и выйти с пачкой наличности, вот как-то надо перестроить сильно мозг. Да, да. Так как правило, люди идут за кредитами наличными осознанно, а идут осознанно, они в большей степени в банковское отделение. А карточка — это такой продукт, который можно там действительно как-то проходить. Вы оговорились или кредит наличный уже будет запущен на дню? Мы его сейчас пилотируем очень активно, уже, скажем так, не один месяц в двух регионах, и мы запускаем его с ноября. Есть быстрота, удобство получения. Ставки, как мы проанализировали, будут ниже, чем, в принципе, у конкурентов, и уж тем более ниже, чем у так вот типового посткредитования. Оно, в принципе, достаточно с очень высокой ставкой. Сергей, а вас не пугает вот эта вот быстрота и свобода получения шальных денег? У нас сейчас на портале, вот не так давно висело интервью Татьяны Пушкиной, чья родственница, ну, девушка с конкретными отклонениями, и в здоровье, и неблагополучная, в общем-то, набрала кредитов, возвращает родственники, бабушка с пенсии перечисляет. И Таня сказала мне при личной встрече, Лен, меня пугает, у меня такое ощущение, что это госзаказ. Судить быстрыми деньгами людей, которые даже не понимают, что их надо возвращать. Это страшно, потому что у нас финансовая грамотность до сих пор хромает. Не должны быть деньги легкими. По своей сути, я никогда не видела, будучи там в Европе, в Америке, чтобы мне рядом с кассой, где я покупаю хлеб или мобильный телефон, выдавали кредитную карту. Но нет такой практики, что Россия идет своим путем, что ли? То, что она идет своим путем, это, наверное, само собой, разумеется, и, безусловно, переживает некий бум. Но я думаю, что все-таки надо справедливости заметить и другие страны, когда-то его тоже переживали. Другой вопрос, что не все, конечно, может быть, банки на определенных этапах смотрели на соотношение цены и качества, на соотношение темпов роста и рисков. И это, наверное, ответ важный. Если, скажем так, сказать о нас, например, сходу, то у нас ситуация очень простая. Это как мы фактически в режиме онлайн проверяем клиента, и все обращения по проверкам идут в бюро кредитных историй. Если на клиента информации вообще отсутствует, не то, что она негативная, это само собой разумеется, а если она просто даже отсутствует, ну, не брал, например, человек кредит, или когда-то брал давно, мы кредит не даем. Просто мы даем обычную дебетовую карту, если речь о карточке. То есть я к тому говорю, что если все банки будут очень четко, а сейчас, я надеюсь, все основные игроки это начали делать и делают, очень четко, ясно, без задержки давать информацию в бюро кредитных историй по клиентам, и мы, наконец-то, будем иметь это бюро наполненным так, как оно, в общем-то, в других странах, развитых уже имеет место быть, эта ситуация снимется, потому что, естественно, никто не хочет давать деньги, которые заведомо невозвратны из нормальных игроков рынка. Некая гонка и конкуренция на этапе борьбы за клиента в условиях отсутствия информации вот к таким вещам приводила. Вы не ответили на мой главный вопрос. Это нормально, когда в 21 веке можно купить коробочку, открыть ее как мороженое, позвонить, и через 40 секунд тебе скажут, да, вам о добром предположим миллион рублей. Отвечаю. Это нормально, если это с точки зрения разума, процедур и подхода, и, ну, скажем так, умеренных аппетитов, риск аппетитов сделано. То есть, если эта коробочка открывается, и после этого все счастливы, в общем, просто сказать, и банки, и клиенты, потому что построена правильная риск процедура, построена правильная работа с клиентом, и есть понимание риск аппетита у банка, тогда это все хорошо. А если этих процедур нет, то даже если это не коробочка, и не там, где продаются мобильные телефоны или хлеб, то это все равно работы не будет. Так, Сергей, ну, возвращаясь к тому, что сейчас витает в обществе. Осень, видно, депрессивная пора, не только очи очарования, панические настроения, что России не избежать дефолта, слухи о том, что банковская система страны осознанно придерживает наличность к выборам нового президента нашей страны. Вот вы, как банкир, я отправляюсь с вами на встречу, просто сообщила об этом в Твиттере, меня очень просили поинтересоваться лично у вас, что происходит, откуда все это насаждается, и как себя вести трезво мыслящим людям, которые тоже уже напуганы. Конечно, ответить за все банковское сообщество мне будет сложно, за правительство тем более, но от себя лично могу сказать, что кризис, в первую очередь, рождается, ну, за исключением каких-то совсем уж объективных моментов, в головах. Он вначале не материален, а возвращается материальным. И, как показывали, у нас же уже были волны неоднократно за последние 15 лет, кризис, в том числе и серьезных, а иногда это были, ну, скажем, волны, которые, в первую очередь, порождались, ну, скажем, наверное, как раз какой-то паникой. Паника порождает еще одну панику, и эта волна постепенно возвращается уже материальной. Когда кто-то говорит, что один банк не привез наличность, не привез наличность, побежали ее снимать, побежали ее снимать, почему выстрелились очереди, выстрелились очереди, давайте-ка закроем межбанк на этот банк, а заодно и на тех, кто у него контрагент, и вот уже оно вернулось все к введению. — Цепная реакция. — Цепная реакция, да. Я лично могу сказать, что я, мое мнение, не вижу каких-то оснований думать, что что-то серьезное, критическое с точки зрения кризиса приближается. По крайней мере, мое мнение, что внешних признаков для этого нет. Факты придерживания наличности или что-то типа того, тоже неизвестно. — Знаете, когда они проходят по пластиковой карте какой-то платеж, мне тут вообще позвонили и сказали, знаешь, вот две недели по Сбербанку люди в моем ресторане не могут рассчитаться их карточками. Сбербанк банкротит. Я говорю, ну как это выфикает? — А причина простая. Всего лишь перебили кабель во время ремонта, и эквайлинг не работает. — А вы откуда, вы знаете? — Нет, нет, я предполагаю. — Это вы сказали предположение, я надеюсь. — Конечно, конечно. Поскольку мы еще на пути к какой-то общей национальной идее и к тому, чтобы жить в нашей стране спокойно и не смотреть за оттоком капитала, например, только на пути, поэтому и финансы тоже, как следствие всего этого, еще подвержены, скажем так, как-то физике, положении неустойчивого равновесия. — Сергей, а вы считаете, что если капитал утекает из страны, это повод радоваться, что ли нам? — Нет, нет, нет. Я как раз и говорю, что мы на пути, и пока еще наблюдаем эти тенденции в виде оттока капитала и оттока людей. На мой взгляд, я оптимист, на мой взгляд, эти тенденции все-таки негативные, имеют в таких длительных трендах, имеют место быть все-таки к понижению потихонечку, но все равно люди, пройдя уже через ряд кризисов и вообще, в принципе, нестабильности, у нас же еще эпоха молодого государства, можно так сказать, в новом формате, поэтому, конечно, с недоверием ко всему относятся и к финансам. — Сергей, можно буду язвой? — Конечно. — Может быть, вы оптимист, потому что вы родом из Питера? — Ну, да, да, но я только с точки зрения погоды оптимист. Я вырос как раз такой, поэтому для меня осень как раз это нормальная пара, любимая. — Зная, что сейчас происходит именно и по оттоку капитала, потому что я общаюсь с банкирами по оттоку ясных светлых умов, я не могу сказать, что все это можно будет возместить спустя годы. Вы банкир не совсем такой стандартный, вы банкир, который увлекается лирикой, увлекается поэзией. Откуда вас? Вот по месту рождения, потому что этот сборник, который вы мне подарили, он перевернул мою душу, я теперь тоже не могу думать о цифрах, я думаю о том, где бы провести время, как и забыть вообще, что такое деловая Москва. Вот это вот такое направление, это ваше отдушина или у вас к этому была склонность с детства? — Ну, я на самом деле действительно во времена школы метался между физикой и лирикой, на самом деле. И для меня это, в общем-то, в каком-то варианте, я имею в виду литература, она была, может быть, даже в каком-то смысле основным. В издательство я пришел, значит, именно положив на стол одному очень известному редактору рукописи, и сказал, если это надо, печатать, значит, надо, если не надо, тогда я тихо это забираю и ухожу. Только в таком варианте. Вот. Вот. Пришел потом, она сказала, надо. — У вас очень много посвящено женщине. Вы, конечно, в любви, видно, какой-то уникальный, романтичный человек. И замечательно, что вы таким остались, невзирая на жесткий банковский бизнес. Но я нашла что-то созвучное в сегодняшней атмосфере нашей встречи и, в общем-то, отчасти где-то даже мне. Пускай закованные будни стучатся ветками в окно. Наверное, мы все позабудем, ведь жизнь смешное домино. Окошки плавятся, как соты, и тают, падая на лед. Тебе ведь завтра на работу, но жизнь смешнее всех работ. Очень актуальные строки, особенно с учетом, что встречаемся с вами в офисе Банка Слезной. Надеюсь, что стратегия у вас долгая, и мы с вами когда-нибудь отметим, может быть, и 50-летие банка. — Спасибо. — Спасибо, удачи. — Спасибо.